Дворец культуры в субботний день едва вместил всех желающих попасть на концерт казачьего ансамбля «Атаман». Впервые этот коллектив в Выборге на ура приняли в сентябре прошлого года. С той поры у артистов появились почитатели и в нашем городе. Кстати, осенний визит в Выборг сыграл большую роль в судьбе коллектива. Как признался его руководитель, потомственный кубанский казак Александр Красноперец, до того момента в Ленинградской области ансамбль практически не замечали. После концерта на артистов обратили внимание на уровни правительства региона. Теперь они с удовольствием гастролируют по городам и поселкам. Кстати, все концерты «Атамана» бесплатны для зрителя. На суд выборцев ансамбля «Атаман» представил программу «Эхо гражданской войны». Ведь, по мнению этих артистов, народ, который забыл о своем прошлом, не имеет будущего. Встанут люди русские. Когда мы были на войне, русские рубят русских. И многие другие песни прозвучали в этот вечер со сцены Дворца культуры. Некоторые произведения настолько тронули слушателей, что они едва сдерживали слезы. Артисты исполнили не только полюбившиеся, но и совсем новые произведения. Так совсем недавно родилась песня, слова которой были написаны Сергеем Бехтеевым еще в 20-м году прошлого столетия. Песня «Атаманин он мой, родной ночью, Загубил мое войско смелое, Смогла песня моя, песня больная, И грабавые небо Божие, Не зовет моего колокольное, Людмолитвен и церкви Божии». Это история. Историю в казачьих песнях можно проследить элементарно по срокам, по месту действия, по исполнительскому мастерству. Потому что каждое поколение по-своему видит музыку и пишет по-своему. Не дать погибнуть казачьей культуре и дать возможность выступать и развиваться талантливым молодым артистам с казачьими корнями. Все участники коллектива продолжают культурные традиции своих отцов и дедов. Они уроженцы разных станиц, сел и городов Сибири, Юга России, Белоруссии и Урала. «У меня появилась возможность петь песни, которые задевают за душу не только меня, но и зрителей. Это как бы это ни выглядело и не звучало бы, может быть, странно, но очень приятно видеть в зале, когда люди плачут, когда они слышат такие вот песни трагичные, песни о гражданской войне. Ты понимаешь, что ты дошел до их сердца, что ты услышан. И самое главное, что мы имеем возможность петь песни духовные, петь песни народные, которые позволяют нам и самим духовно развиваться». Интересно, что казачий ансамбль «Атаман» имеет в названии статус императорский. Многие не верят, что этот факт имеет какое-то документальное подтверждение. Однако, рассказывает Александр Красноперец, решение наградить ансамбль орденом Николая II действительно было принято благотворительным фондом великой княгини Ольги Романовой в Сан-Франциско. Вторым орденом святого Кирилла ансамбль наградило уральское казачество. Публика с воодушевлением принимала артистов, приветствуя их бурными овациями. «От лица всего ансамбля я могу сказать выборжание, низкий вам поклон, спасибо, что вы есть. И мы с вами встретились».